В руках журналистов «Медузы» оказались кремлёвские методички для правительственных СМИ. Ну, к этим методичкам я буду несколько раз возвращаться в течение программы, а пока лишь скажу, что в них строго-настрого не рекомендуется педалировать тему подготовки и репетиций парада к 9 мая. Почему? Чего в Кремле так боятся? Связано ли это с безопасностью? А смелись предположить, что нет. Странная атака дронов по кремлёвской резиденции Путина настолько выпячивалась пропагандистами, что поверить в её правдивость уже не представляется возможным. Думаю, что репетиции не показывали, чтобы не драконить лишний раз глаз народонаселения. Что показывать-то особо нечего. Пора! От государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! Ведь все в России привыкли, что парад на Красной площади – ежегодное майское шоу, которого они ждут с нетерпением, мечтая о том, чтобы советское прошлое стало российским будущим. Ну а другие называют победовесием и попыткой Кремля украсть победу над нацизмом. Будет или нет? Ещё в апреле гадали обозреватели, и вот 9 мая он всё же состоялся. Былых масштабов, конечно, не было, что, собственно, никого и не удивило. Всё действие длилось менее 50 минут, и на первый взгляд ничего особенного из себя не представляло. Но оно действительно ничего особенного для тех, кто хотел зрелища. А вот я, например, считаю, что этот парад вполне достойный внимания и даже почётного места в начале программы. Почему? Сейчас объясню. Дьявол, как известно, кроется в деталях, и деталей этих на параде было множество. Каждая деталь что-то обозначает. Позволяет сделать определённые выводы, как, например, бинт на руке Лукашенко, но об этом немного позже. Пока давайте посмотрим на состав участников. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчётов, в том числе 530 участников специальной военной операции. 30 парадных расчётов, которые военные называют «коробками». Это вроде бы и немало. Но вот кто в этих коробках? В основном курсанты кадровых военных там практически нет. То есть если Путин не ведёт войну в Украине, а проводит спецоперацию, где же тогда военные? Или в спецоперации задействовали Вторую армию мира? Вы уж смотрите сами. Путин любит всему придавать международное значение. Сейчас больше для того, чтобы доказать всем, что никакой он не изгой, а раньше, чтобы похвастать могуществом России. Думаю, что миф про Вторую армию в мире родился где-то на таком же параде. 9 мая. Рядом с Путиным действительно есть лидеры других стран. Президент Казахстана Касымжи Мартокаев, чьё имя Путину не удалось выговорить без ошибок ни разу. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон. Президент Киргизстана Садыр Жапаров. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Куда ж без батьки? Александр Лукашенко тоже приехал. Ну и премьер Армении Никол Пашинян. Всё, международный список закончился. А как же насчёт тех, для кого, по идее, этот праздник и организовывался? Ну, те, кто со слезами на глазах. Те, кто такой высокой ценой боролся за победу над нацистами. Где ветераны Второй мировой? Конечно, зрители показали людей подходящего возраста с наградами на грудях. Правда, диктор трансляции ни разу не назвал их имена. Почему? Кто они, сидящие с Путиным ветераны? Ведь настоящих ветеранов, в принципе, остались единицы. Ведь война закончилась почти 80 лет назад. То есть ветеранам уже сейчас под 100. Журналисты издания «Редакция» сделали интересное открытие. Слева и справа от Путина два чекиста. Оба не имеют никакого отношения к войне и борьбе с нацизмом. 98-летний Юрий Двойкин, вот он, справа от российского президента, на фронте не был ни одного дня. В 1944 году его в составе НКВД отправили во Львовскую область. Цитирую самого Двойкина. «Выполнять операции по ликвидации националистического подполья в западных регионах Украины». То есть тот, кто еще 80 лет назад профессионально уничтожал украинский народ, кстати, эту информацию легко найти в интернете. Вот целая статья о Двойкине на сайте Бессмертного полка. Там же говорится, что из армии он вышел в отставку в 1973 году в звании майора, а позже, в честь 60-летия победы, ему дали звание подполковником. За уничтожение украинцев Двойкин награжден орденом и 19 медалями. Хотя, может, Путин и в этом году какую-то медаль ему тоже дал. Второй, так называемый, ветеран слева от Путина, не менее интересный персонаж. Геннадий Зайцев родился в 1934 году. То есть, когда началась Вторая мировая, ему было 5 лет. А когда Великая Отечественная – 7. То есть ветераном он, в принципе, быть не может. И да, о нем тоже есть материал в интернете. Зайцев тоже знаменит тем, что уничтожал другой народ. В 1968 году он участвовал во вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и пражской весны. Зайцев руководил группой 7-го управления КГБ СССР в операции «Дунай», как назывался ввод войск в Чехословакию. Под его руководством советские солдаты захватили здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым антитеррористическую группу «А». Сегодня она больше известна как «Альфа». Нужно ли долго говорить о заслугах Зайцева? Думаю, все само собой понятно. Путин в достойной себя компании. Не знаю, случайно ему подобрали соседей по скамейке или нет, но получилось очень символично. Тем более в контексте того, что Путин говорил с трибуны. Нет, ничего нового мы от Кривилевского диктатора не услышали. Он проводил параллели между войной тогда и войной сегодня. Только забыл сказать, что войну сегодня развязал и подогревает он сам. Нет, точнее не забыл сказать, а сказал, что войну развязал Запад, а он Россию защищает. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Он бы еще деноцификацию Украины вспомнил. А еще лучше демилитаризацию. Но нет, демилитаризацию нельзя. Ведь судя по тому, как выглядел этот парад, демилитаризированной оказалась сама Россия. Вот, например, главный экспонат, по-другому сказать не могу, колонны техники. Смотрите сами. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Она включает исторические и современные образцы боевой техники, стоящие на вооружении российской армии. Открывает прохождение техники лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии Т-34. Лучший танк времен Второй мировой и единственный на Бораде в 2023. Другой гусеничной техники на Красной площади не показали. Всего марш военной техники занял 8 минут. Авиации тоже не было. Были несколько установок «Искандер» и ядерные баллистические ракеты стратегического назначения. То ли это было очередное потряхивание ядерной дубинкой, то ли действительно вся российская техника сейчас в Украине. Сложно сказать, но легко догадаться. И тут бы блок-пропорад закончить, но там же есть еще и Лукашенко. Без него блок закончить никак нельзя. Во-первых, смотрите сами, с каким лицом самопровозглашенный сидит на параде. Во-вторых, все, конечно же, обратили внимание на бинт на руке. Такие на руку наматывают после капельниц. Белорусские СМИ еще за несколько дней до парада оживленно обсуждали, что батьке совсем плохо. Его администрация это, правда, никак не комментировала. И тут в Москве все стало всем понятно. Лукашенко не в шутку за ним мог. Возлагать цветы неизвестному солдату в Александровском саду, а это примерно в трех сотнях метров от Красной площади, Лукашенко повезли на крохотном электромобиле. О чем он сам, кстати, попросил Путина. А потом самозванный белорусский президент еще и на завтрак с остальными не пошел. А вместо этого полетел в Минск, где лично принимал участие в торжественном возложении цветов. Правда, перед народом не выступал. Вместо него говорил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о неприходящем значении Великой Победы. Хренин говорил по поручению Лукашенко, а сам Лукашенко не проронил ни слова. А ведь еще в прошлом году на таких же мероприятиях его было не остановить. Вот вам яркое прошлогоднее заявление. Пусть попробуют. Знаете, мы тут рога обламывали не таким. Поэтому, если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3000 человек. Сегодня подтянули в Польшу и Литву. Холуям этим 32 тысячи. Говорят, уже под 40 тысяч. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил, мы ничего не должны прозевать. С 41-го года повторить мы не должны. С 41-го года повторить мы не должны, сказал тогда Лукашенко. Ну, правда, сказал. Беларусь повторяет 1939-й. Как тогда Советский Союз решил делить с нацистами Польшу, сегодня Лукашенко охотно хотел бы делить с Путиным Украину. Лукашенко пропал из эфира совсем. Никто не может точно сказать, куда. Обычно ведь, кроме всего, он в эти дни охотно раздает советы. Как чтить историческую память по зачищенным цензурой школьным учебникам? Также охотно раздает медали и ордена. А тут такая молчанка. И парад в Москве только подчеркнул, что с Лукашенко что-то не так. Так же, как и Лукашенко, исчез из поля зрения. С парада в Москве исчезли некоторые такие же привычные, как и Лукашенко, атрибуты. Например, слоган «Можем повторить» куда-то тоже внезапно пропал. Потому что повторить, очевидно, не могут. Полномасштабная открытая война идет уже почти полтора года вместо запланированных трех дней. Ну и из прекрасного. Там, где парадов не было и бессмертный полк не топтал российскую землю, бессмертный полк обогащал своим присутствием российскую воду. Телеграм-каналы полны прекрасных роликов о заплывах в честь дедов, которые воевали. Мы проплыли в ближайшем водоеме с лагами, с портретами наших фронтовиков и ветеранов войны. Бессмертный полк России! Ура! 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 Почему-то представил, как эти люди могли бы отмечать День памяти по погибшим российским морякам с крейсером Москва. Но это уже другая история. Не ко дню Великой Победы. А еще вот что интересно. Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая. Снова не поздравил. Как и в прошлом году, Китай не сообщал об официальных поздравлениях России с Днем Победы. На сайте МИД Китая нет информации, которая бы указывала на то, что Си Цзиньпин 9 мая направил Путину сообщения с поздравлениями. Молчат о них и китайские СМИ. Мы-то знаем, что Китай неоднократно поздравлял Россию в предыдущие годы. Ну, пока Путин не вторгся в открытую. То есть, стратегический, как думают в Кремле, партнер не напрягся написать несколько строк Путину. Кто знает, может, в Китае сейчас не празднуют. Зато Путина своеобразно поздравил Пуллицеровский лауреат Томас Фридман, который опубликовал в Нью-Йорк Таймс колонку под заголовком «Владимир Путин – самый опасный дурак в мире». Ну, а все потому, что он не может победить, не может проиграть и не может уже остановиться. Сам, мол, загнал себя в такую ситуацию.